Всем привет! Меня зовут Петр. Сегодня мы немного поговорим про безопасное программирование. Что-то я представлюсь, расскажу немного о себе. В области инфобеза я уже порядка 8 лет работаю. Занимался в основном исследованием приложений, сначала под Windows, потом под другие платформы. Были и мобильные приложения, маловары, веб-сервисы и так далее. Сейчас я работаю разработчиком компании код безопасности. Когда я исследовал ПО и находил какие-то проблемы в коде, я думал, а как же так? Вроде крупная компания пишет программы и выпускает ошибки. Но когда я сам стал работать разработчиком, я понял, что необязательно писать на C++, чтобы выступить себе в ногу. Значит, о чем мы сегодня поговорим? Во-первых, мы поговорим о том, что такое безопасный код. Рассмотрим несколько примеров из моей практики небезопасного кода. Про такие проблемы, как переполнение буфера, XSS, слабой криптографии мы сегодня говорить не будем. Доклад рассчитан в основном на разработчиков, которые хотят немного повысить свой скилл в security. Ну, как всякий доклад про безопасность, начну немного с паранойи. На слайде статистика уязвимостей за текущее десятилетие. Как мы видим, в 2017 году общее количество уязвимостей уже превысило их количество в 2011 году. Ну, в принципе, сами по себе цифры не так показательны. У уязвимостей есть еще такое понятие, как критичность. Точнее, факт, что из-за того, что их много, это плохо. Почему же ПО все-таки небезопасно? Да, многие говорят о некомпетентности разработчиков, невнимательности, еще какие-то причины. Но код, прежде чем попасть в продакшн, проходит минимум через двух человек. Через разработчика и через ревьюера. Основной причиной небезопасности кода, я думаю, является так называемый технический долг. Когда вопрос о безопасности откладывается на завтра, на завтра. Бизнесу не очень интересна безопасность по двум причинам. Первое, это, во-первых, дорого. Второе, это то, что безопасность, в принципе, она невидимая. То есть нельзя пощупать руками, нельзя объяснить владельцу бизнеса, что надо писать безопасно. Как безопасность зависит от языка программирования? На самом деле прямой зависимости никакой нет. Любой язык программирования подвержен тем или иным ошибкам. Что же такое безопасный код? Если быть кратким, безопасный код — это код, который не содержит недостатков. Недостаток от английского слова weakness, которое на самом деле переводится как слабость, но так никто о ней не говорит. Безопасный ПО — это то ПО, которое работает стабильно при любых входных данных. Что такое недостаток? Недостаток — это, прежде всего, баг, который в случае его неисправления может привести к уязвимости. Соответственно, уязвимость — это тот недостаток, который может быть преэксплуатирован. Не все недостатки ведут к уязвимости, но когда мы говорим о безопасности, мы, прежде всего, подразумеваем вероятность. Мы не можем гарантировать, что наш ПО на 100% безопасно. Любой недостаток снижает вероятность безопасности. Немного об аббревиатурах. Они очень похожи, но они, на самом деле, обозначают разные вещи. Первая — обозначает уязвимость, вторая — недостатки. Сегодня мы о них как раз и поговорим. Откуда черпать знания? Для веб-разработчиков есть АВАСП. Есть еще одна организация, которая занимается исследованием безопасности. Это компания Митр. Это некоммерческая организация, которая спонсируется правительством, скорее всего, Соединенных Штатов. Так же, как у АВАСПа. Там у них есть свой топ, только не топ-10, а топ-25. Где-то они пересекаются. Собственно, топ поделен на три части. Небезопасное взаимодействие между компонентами, опасное управление ресурсами и проницаемая защита. Вторая относится в основном к C+++. Мы сегодня эту часть рассматривать не будем. Начну с самой банальной вещи — инъекции. Почему-то инъекции часто ассоциируют только с SQL-инъекциями. На самом деле проблема более широкая. Инъекции могут быть и также в влдапе, икспасе, и отдельный ряд уязвимостей — это always command execution. Когда мы из своего приложения вызываем другое приложение, передаем ему аргументы, и если мы неправильно их передадим, то эти аргументы могут стать частью команды. Рассмотрим простейший пример SQL-инъекции. Вы можете сказать, что так уже сегодня никто не пишет, но вы можете в Google ввести что-нибудь типа PHP, MySQL, AUF, и вам будет выдаст Google вот так вот такой код. Понятно, в чем проблема. Нельзя формировать SQL-запрос с помощью контентинации, форматированного вывода и прочее. Что может сделать атакующий? То, что сделать может атакующий, выделено у меня, должно было быть выделено красным, превратилось в бордовый, неважно. Чтобы провести SQL-инъекцию, нам нужно соблюсти три условия. Сделать так, чтобы наш запрос был синтактически верен. Для этого мы закрыли ковычку и скобочку. Мы должны отсечь лишнее от нашего запроса с помощью комментария и, собственно, добавить какое-то условие, которое всегда будет верным. Как описать правильно? Соответственно, экранируем входные данные, используем так называемый prepared statement, который, в принципе, есть в любой базе данных, современный. В общем-то, проблема с SQL-инъекциями решена. Подытожим по этой части. Всегда проверяйте входные данные, используйте подготовленные запросы, либо хранимые процедуры. В некоторое время я исследовал продукты Microsoft, так вот у них в коде, в принципе, SQL-запросов нет. У них все взаимодействие с базами данных идет через хранимые процедуры. Используйте ОРМ. В принципе, большинство современных ОРМ защищены от данной проблемы. Но почитайте об этом в документации. И даже если в документации написано, что наш ОРМ защищен от SQL-инъекций, можете легко это проверить. Ну и последнее, в принципе, основное правило вообще безопасности используйте минимальные привилегии. Очень часто в качестве учетной записи баз данных используется root. Например, у вас есть новостной сайт. Сделайте так, чтобы создать такой пользователь, который имеет право только начать деньги из базы. Назовите его там newsreader. Дайте ему только привилегии на селект. Race condition. Кто знает, что такое race condition? Отлично. Для тех, кто не знает, race condition — это одна из проблем многопоточной разработки, когда один или несколько процессов и поток обращаются к одному ресурсу, и результат выполнения программы зависит от того, в каком порядке они к нему обратились. Ну вот примерно такой код. Мы создаем два потока и увеличиваем размер нашей глобальной переменной соответственно на 7,8. Что будет выведено на экран? У кого-нибудь есть предположения? Сколько? Ну да, практически верно. В самом деле, может и 7,8, 15. Как это работает? Наш 0 одновременно попадает в два потока, да? Собственно, если все произойдет, как задумал программист, то получится 15. Если все пойдет не так, как мы планировали, то получится ли 7 или 8, зависит от того, какой поток последний записал. Данные, ну так, наверное, так, копик, кто особо не пишет. Может ли он привести к уязвимости или нет, я не знаю. Но есть, например, вот такой пример. Когда мы читаем из базы данных, код однопоточный, по идее, как думают многие разработчики, race condition произойти не может. Здесь используется глобальный объект, база данных, который доступен не только там из разных потоков, из разных процессов, но и вообще может быть с любого устройства там в сети. В принципе, это кейс Starbucks. Кто-нибудь слышал про… Ну, расскажу поподробнее. Один наш соотечественник отдыхал в Европе, решил немного схитрить. Он завел себе три карты Starbucks, кинул там по 5 долларов, добавил их в свой личный кабинет, и решил проверить, есть ли в личном кабинете проблема race condition. Он, значит, пытался одновременно перевести с одного счета на другой два раза подряд. Да, соответственно, что получилось? Получилось, ну, ровно то, что я вначале показывал. С одного счета снились деньги, перевелись на другой, а другой поток успел заполнить предыдущие значения счета и еще раз перевел. Соответственно, он увеличил баланс своих карт на 5 долларов. Да, но он написал об этом разработчикам, разработчики обычно сказали ему, что не лезь не в свое дело, или мы тебя засудим. Ну, как обычно бывает. На самом деле, да, ничего с международного нет. Если вы, независимый исследователь, нашли какую-то проблему в ПО, заходите на сайт компании, смотрите, есть ли у них программа Blackbound. Если есть, пишите смело, если нет, не пишите. Спасение утопающего, делай руку смолы утопающего. Да, как же избавиться от race condition? Ну, понятно, используйте объекты синхронизации. Если вы не можете писать, не умеете писать многопоточный код, ну, сделайте какой-нибудь костыль в виде очереди задач, которая однопоточно будет работать. Да, вот такой момент еще. Проверяйте ваши ПО на многоядерных системах, потому что проблема race condition может не воспроизвестись на одном ядре, где нету друг конкаренции. Соответственно, читайте документацию к вашим библиотекам, ищите информацию, трейдсейф они или нет. На самом деле есть еще один вид race condition, к сожалению, слайд не сделал отдельный. Он называется time of check, time of use. Кто-нибудь слышал о таком? Это такой race condition, когда мы сначала проверяем атрибут какого-либо объекта, потом его используем. Но вот в те миллионасекунды состояние объекта может поменяться. Приведу пример из своей практики. Я исследовал одно приложение, которое умело загружать файл на сервер. Обычные функции приложения. Соответственно, размер загружаемого файла в программе ограничивался грубо говоря 100 мегабайтами. Что я сделал? Соответственно, у меня было два файла, маленький и большой. Создаем simlink на маленький файл. Пишем небольшой скрипт, который подпеременно меняет simlink с маленького файла на большой. Открываем наш файл в программе. Simlink указывает на маленький файл. Проверка проходит. А simlink меняется на большой файл, большой файл отправляется на сервер. На сервере проверки не было. Мы плавно как раз перешли к следующей части, которую я назвал отсутствие контроля доступа к объектам. Дело в том, что в клиент-серверных приложениях очень часто и клиенты сервер доверяют 100% друг другу. Вот, например, такой пример. Коды. Мы входим в систему, сервер нам присылает наш профиль. Передаем серверу наш ID и наш токен. Сервер проверяет валидность токена и возвращает нам наш профиль. Все логично, да? В чем здесь проблема, как вы думаете? Да, правильно, именно любой ID-шник, собственно, так и получилось. Причем, как бы, это приложение было какое-то там серьезное, более-менее, с возможностью оплаты. Если вы так делаете, то хотя бы используйте в виде в роли ID-шника не целочисленное число там какое-нибудь, а, например, гуид, который не так легко подобрать. Собственно, что мы можем сделать? Мы можем запустить какой-нибудь эксплойт, который там от единицы до миллиона передаст ID-шник и получит все профили всех пользователей. Да, есть такие системы, в которых реализован так называемый ролевой доступ. У нас есть какие-то пользователи, есть опытные пользователи, есть администраторы. Приложение на всех мы делаем одно. Соответственно, чтобы как-то разграничить доступ, мы просто скрываем часть объектов нашего пользовательского интерфейса и думаем, ну, все ок. Соответственно, нам легко обходится, во-первых, данные ходят в трафике, мы как-то можем подделать так, чтобы сделать, чтобы мы были обменными. Соответственно, на серверной стороне тоже никакой проверки на это бывает часто нет. Еще один кейс. Кто-нибудь пользуется менеджерами паролей? Отлично. Да, все думают, что они классно защищены. Ну, наверное, так и есть. Но я столкнулся с одной такой проблемой. Был у меня один менеджер паролей, облачный. У меня кончилась лицензия на него. Думаю, ну, куплю лицензию, залез. Ну, 50 долларов. 50 долларов деньги. Думаю, ну, ладно, пользуюсь с ней, ничего страшного. Синкронизацию можно сделать через Dropbox, еще как-то. Но все-таки я решил проверить, как там устроена проверка лицензии. Естественно, вхожу в систему, мне приходит вот такой вот JSON. Где там мои какие-то личные данные. И, собственно, два поля, которые нас больше всего интересуют. Expiration date и experiment. Ну, понятно, чтобы там отобразить в интерфейсе моего менеджера, когда у меня там заканчивается лицензия, эти данные используются. А что будет, если их подменить? Все, программа работает, повторной проверки на сервере не было. Ну, я, собственно, на сайт посмотрел, есть багбаунти. Нет багбаунти, ну, до свидания. Но я вам про это не говорил, если что. Еще один кейс. Я исследовал так называемый безопасный мессенджер. действительно был достаточно безопасный, там было все круто сделано с точки зрения безопасности, но сообщения ходили с помощью XML. Что здесь в этом XML странное, как вы думаете? Да, именно. Странно, почему сервер-то не может понять, от кого пришло сообщение. Для этого он использовал, собственно, поле from. Подменяем ID-шник и отправляем сообщение от имени других пользователей. Еще одна проблема, кто знает, что это такое, наверное, многие знают. Обход каталога по авторверсу. Слышали? Ну, собственно, эксплуатировать тоже эту проблему очень просто. Например, такой кейс, мы регистрируемся в системе и в пользовательском каталоге создается профиль пользователя. Если мы не проверяем наличие символов перехода на каталог выше, то профиль какого-то пользователя можем заменить. Это самые простые и есть обычно самый опасный случай, это когда мы загружаем какие-то файлы на сервер и можем произвольное имя указать. Таким способом мы сможем вообще в любых каталог системы загрузить любой файл, в том числе там исполняемый. Поэтому, опять-таки, повторюсь, используйте правила минимальных привилегий. А если ваш сервис будет работать с непривилегированной вычетной записи, такая атака не пройдет. Кто знает, как звучит надпись к этому мему? Да, именно так и звучит. То же самое может произойти на самом деле с вашим кодом, если вы не будете контролировать коды возврата или неправильно обрабатывать исключения. Что происходит обычно, когда мы не обрабатываем коды возврата. В самом лучшем случае наше приложение падает. Это, конечно, плохо, но это не самое страшное. Данный пример работает только на Windows. Кто знает, что такое имперсонация Windows? Да, в общем, когда сервис работает из привилегированной учетной записи, он может выполнять часть кода, которому надо из-под контекста того пользователя, который к нему подключился. Собственно, функция impersonateNamedPype, в общем, первая функция, возвращает либо false, либо true. True в случае, если все прошло хорошо, false, если произошла неудача. Если мы не проверим код возврата, соответственно, функция doSomething выполнится в контексте привилегированной учетной записи. Еще один пример. Пример обработки логов, например. Тоже, да? Все видят проблему. Ну, здесь вот неважно, он там монетализировался. Здесь тоже все просто, на самом деле. Если в функции buildLogs произойдет exception, то наш метекс не будет освобожден. Чем нам это может грозить в безопасности? Наши логи не будут собираться просто. Мы об этом даже не узнаем. По-моему, последний на сегодня integer or flow или вращение воркнуля. Данная проблема в принципе решена в большинстве языков. Да, остался бедный только Cc++. В java, по-моему, начиная с 8-ой версии это все тоже решено. Собственно, как эксплуатировать это я не знаю, но вы согласитесь, что не очень хорошо будет, если законы математики не будут в программировании работать. Собственно, что можно почитать на эту тему вообще? Ссылка, которую я привел уже cvemeter.org это прям библия ваша, если вы хотите прокачаться. Если вы веб-разработчик, соответственно, WASP. В России появилась национальная база данных уязвимостей BDU-Stack. На CVE-Details вы можете посмотреть статистику по уязвимостям, по вендорам, по конкретному приложению. Ну и security coding это тоже ресурс серта, на котором, в принципе, сгруппировано по языкам программирования какие-то статьи. Ну и книги. Ховард две. Одна от Microsoft Press, естественно, там больше под Windows, вторая, вот 24 смертных греха, это уже для всех подходит. И, ну, если вы испытываете боль при программировании на C++, то вам анальгин от C-корда. Собственно, наверное, на этом все. Есть ли у кого-то вопросы? У меня есть вопрос. На Rays Condition там примерчик был то ли Java, то ли C++, все в дакод. Все в дакод. Я понял, все в дакод. Вопрос такой, значит, либо нажали на C++, была ли реальная уязвимость, ее удалось эксплуатировать за счет... Просто вы привели потом пример, когда вы безладельно там, не поймите, что ли понятно. А C++ как бы особо, там, фазмидантов не особо работают, логика на поток своя. И вот, собственно, Rays Condition был реальный пример и уязвимость приложения на C++, и на... Насколько я знаю, последняя уязвимость в иноксе бешеная карта. Он был использован. К сожалению, я не особо не вникал. Да. Вот вопрос, недавно. начинал статью, по-моему, на Хабре. Смысл освободился к тому, что вопросы безопасности приложений, ну, там, в частности, про ауторификацию было, авторизацию, но можно это распространить вообще в целом на безопасность приложений. То есть, это все очень сложно, это все, так скажем... Лучше это отдать, короче, специалистам. Вот в чем был смысл статьи, что типа, не пишите сами свои алгоритмы каких-то защит от безопасности, лучше использовать уже готовую систему для Apple. Как вы относитесь к этому каждый день? Ну да, например, есть обыклация приложений Web Publication Firewall, да, например, он может спасти вас отрядов извинностей, но не надо на него полагаться. Вы можете отдать на отсос в библиотеку. Пример был в том, что, например, вот, например, есть сайт, у сайта есть, например, какая-то закрытая часть, и можно написать авторизацию самому, то есть, прямо там написать, там, я не знаю, там, положим, генерацию токенов, самому, все в рандомный, положим, потом кондиютер, там, find by talking, токен подставить, и все это дело, с точки зрения не специалистов, кажется нормальным, но специалисты, очень быстро, это там уязвимость, и потом, там, прям, пример был, три или четыре шага. Сначала скрывали, там, облачили токен, потом, как-то, усложняли, генерацию, еще раз его так же вскрывали, третий раз, и смысл был в том, что, в целом, для авторизации пользователя через интернет. Вопрос, собственно, в чем? Использовать свое, или использовать чужое? Можно я отвечу? В целом, какая у вас? Конечно. Это не значит, что не нужно самому писать, просто проблема в том, ну, приведу яркий пример, это, как растет Visual Studio. Когда-то вы писали, и у вас там куча, тоже тех же самых, буфер overflow было, каждый год студия разрастается, и там куча проверок, и сейчас студия за вас много что уже делает, и, в принципе, как вот коллега правильно сказал, уже очень сложно написать криво код в той же студии, и поэтому тот же Microsoft постепенно делает продукты лучше. И я думаю, посыл статьи был в том, чтобы, если вы там какой-то начинающий, условно разработчик, то, наверное, лучше пользоваться тем, что больше людей уже попробовало, больше людей уже обкатало, нежели чем вы там сами будете что-то программировать. Это яркий пример, опять же, та же криптография. Люди не разбираются в алгоритмах, начинают ее писать, и там куча ошибок, поэтому, в принципе, лучше бы взять что-то общедоступное, чем самому придумать грабли. Да, отличный ответ. Спасибо. Еще вопросы есть? Я бы никого не урушила. Какой? Не сайт, это приложение, облачение, которое... Давай после доклада. На самом деле, я это примерно год назад нашел. Посмотрение уже пофиксировано. Да, C++, да, такой есть язык программирования. Придумал Деннис Ричи, потом... Как это начало? Вопрос в чем? Вопрос в чем? Я просто не могу, не понял. Вопрос в том, что ответы какие? О чем речь идет? Подчеркиваем, если без них. А, ну, там, понятное дело, переполнение буфера. Никак не контролируется граница массива, мы можем записать туда, соответственно, затереть адрес возврата и записать тот шелкод. На самом деле, вы почитаете просто последний стандарт тех же плюсов. Там очень много проблем безопасности было решено. И ваш текущий компилятор на текущем стандарте, если вы будете все собирать, тоже много проблем за вас решит. Поэтому я тоже согласен, что буфер оверфлова уже достаточно тяжело сделать на новом стандарте C++. Собственно, там я привел книгу Секорда. Там прям подробно вот эти все моменты про форматированный вывод, про многопоточную разработку, про райскондишн. И мы специально для CCC, по специальности. Ну, конечно. Есть такая догадка, что вот то, что вы описали, это специфика, характерная для конкретного сертифицирующего органа. И она, в общем-то, не имеет никакого отношения к нижнему подчеркиванию S и ничему такому, а просто там есть, я опять же допускаю, это всего лишь допущение, предположение, что есть ряд функций, в принципе стандартных, которые можно использовать. Но конкретно этот сертифицирующий орган, ну вот у них есть blacklist, и они смотрят, ага, используется эта функция, и не используйте эту функцию. Нет, но они так поступили. Да, но в принципе вы можете сами проверять всегда входные параметры, тогда никак не получится преэкспортировать. Я имею в виду, что возможно, это есть всего лишь специфика этого сертифицирующего органа, никак не объясняемая рационально. Просто им так хочется. Ну да, практически. На самом деле, варнинге, когда у вас компилятор вы выдает, это плохо. Я работал на одном проекте, у нас проект был старый, там годов 2000-х, и у нас компилятор после сборки проекта выдавал там около 5000 варнингов как раз на эти функции. Что мы сделали? Правильно. Прагма-дизайбл варнинг. Так нельзя делать. На самом деле, почему варнинге вообще надо устранять? Когда их много, когда у вас появляется еще один, вы просто его не замещаете. Когда их не было, появится один, вы его обязательно заметите. Маленькое дополнение. Все-таки прочитала про этот баг с сумасшедшей коровой, как вы сказали. Там история была про то, что очень смешно получилось. Там было сложное, знаете, пейджинг как устроен. То есть есть страница, а есть структура, описывающая страница. Такие дополнительные, хранящие ПТЕ. И когда там происходил рейс на доступе к этим ПТЕшкам, и в итоге пользователь неприволегированный, который пытался, должен был иметь только и дон, или доступ к страницам, получал Riot Access. Но самое смешное было в том, что сам Linux, он пытался починить этот баг 11 лет назад. И у него было неудачное решение. Точнее, как вы знаете, Linux уже работает на куче разных систем. Для системы под названием ST190 фикс Linux не работал. Поэтому он откатил его, сказал, что типа, ну ладно, это какая-то странная штука, в общем, никому особо не нужно здесь проверять рейс-кондишн. Ну и вот сейчас в неделе новое сложное. По сути, это костыль даже, который чинит этот рейс. Наверное, всем спасибо за то, что дослушали. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ